Подписано соглашение о совместной эксплуатации Аэрофлотом и Pan American авиалинии Москва-Нью-Йорк. Этому событию была посвящена пресс-конференция в Министерстве гражданской авиации. Переговоры, которые проходили в Москве и Вашингтоне, привели к соглашению между Аэрофлотом и крупнейшей авиакомпанией США о том, что весной будущего года пассажирский самолет Boeing 747 с опознавательными знаками двух авиакомпаний начнет совершать беспосадочные рейсы между Москвой и Нью-Йорком. Эта модель лайнера – символ сотрудничества в области гражданской авиации на равноправной и взаимовыгодной основе. Напомню, что в течение четырех лет воздушное сообщение между СССР и США отсутствовало, и только после встречи в Женеве оно было возобновлено. Представители Аэрофлота и Пан Американ рассказали о том, что планируется три совместных рейса в неделю. Полеты будут выполнять смешанные советско-американские экипажи. Прямой воздушный мост не только увеличит частоту рейсов, но и позволит сократить время в пути на 3-4 часа и полнее удовлетворить спрос на авиаперевозки, который пока превышает предложение. Прежде всего, мы думали об экономической целесообразности и взаимной выгоде от таких полетов. Ведь цель – развитие туризма, деловых контактов, и мы надеемся, что они будут расширяться и углубляться. Что пассажиропоток на этой линии будет увеличиваться, и поэтому уже сейчас есть договоренность о создании совместного предприятия по строительству гостиниц в нашей стране. Итак, 15 мая будущего года Боинг 747 выполнит первый рейс между Москвой и Нью-Йорком. Субтитры создавал DimaTorzok